Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов и в этом видео мы научимся разделять рекламные кампании в Яндекс.Директ. В каком-то из видео я показывал этот способ, но так как я это видео не нашел и сам способ внутри этого видео, я решил снять отдельное видео. Итак, поехали! Для того, чтобы быстро разделить рекламные кампании, нам понадобится две вещи. Первая это Директ Коммандер, который вы видите перед собой. И Excel. Первым этапом нам необходимо зайти в Директ Коммандер, в тот аккаунт, где мы хотим разделять рекламные кампании. Ну, скорее всего, у вас один аккаунт, поэтому делается это все элементарно. Один-единственный аккаунт, вы заходите через выбор логина и загружаете все свои кампании, группы объявлений и объявления. Дальше вы находите те рекламные кампании, в которых вам необходимо разделять на горячие, например, холодные или какие-то другие ключи рекламной кампании. В моем случае мне необходимо разделить рекламные кампании и холодные, и горячие на поиски на еще одну рекламную кампанию, в которых нужно выделить отдельные ключи. То есть, их не надо мне удалять, часть ключей необходимо вынести в отдельную рекламную кампанию, скажем так, обособить от других. Поставить другие ценники или вообще отключить на какое-то время и так далее. Для этого нам необходимо выгрузить обе рекламные кампании по отдельности. В директ-коммандере, в принципе, можно спокойной душой вытащить все группы объявлений и перенести их в другую рекламную кампанию. То есть, скопировать и вставить в другую рекламную кампанию, которую вы здесь и создадите. Но для того, чтобы полностью отследить группы объявлений, проще всего использовать не фильтр, который есть у нас в директ-коммандере по объявлениям или по фразам, а самое правильное, это использовать фильтр групп объявлений. Но в группах объявлений, к сожалению, нет никаких опознавательных знаков, кроме одного единственного. Это название группы объявлений, которые мы можем, в принципе, использовать как определенный флажок. Например, я буду убирать фразы со словом «авто» в другую рекламную кампанию. То есть, если в названии встречается слово «авто», мы будем переносить их в другую рекламную кампанию. Для того, чтобы поменять название, самый простой способ – это исправить их в Excel, как вы понимаете. Поэтому первым делом мы выгружаем обе рекламные кампании, которые мы хотим поменять, отредактировать, в Excel-файл. Для этого мы отдельно выгружаем каждую рекламную кампанию в Excel, те, которые мы хотим редактировать. Для этого есть кнопочка «экспорт кампании файл». Хочу заметить, именно по отдельности это лучше делать. Экспортируем как XLS и то же самое делаем со второй рекламной кампанией. Открываем обе рекламные кампании. И в наших двух XLS-файлах нам необходимо просто скопировать фразы без минус-слов в название группы объявлений. Это самый простой и правильный способ для того, чтобы хоть как-то пометить нашу группу объявлений. Давайте сделаем отдельный лист, лист 1. Нажмем Ctrl-F. Выберем «заменить» или Ctrl-H по умолчанию. Минус звездочка. Заменить на пустое. Меняем во всех наших ячейках. 32 замены было сделано. Мы убрали все наши минус-слова и теперь их вставляем в название групп. Все. Теперь наше название групп не содержит минус-слова. Минус-слова почему стоит убирать? Потому что если вы будете вставлять с минус-словами в ваше название групп, ну мало того, что может выпасть просто ошибка, потому что по длине будет слишком большое, так во-вторых, еще вы можете пометить те ключи, в которых содержится минус-слова, например, минус авто. А вам необходимо это слово оставить, так как оно само по себе не содержит слова «авто». И делаем то же самое во второй рекламной кампании. Берем фразы. Здесь их побольше. Лист 1. Заменить. Минус звездочка. Вставляем. Проверяем, чтобы не было минус-слов. Все хорошо. И теперь обе рекламные кампании либо можно сохранить и вставить в наш директ-коммандер, либо просто нажать Ctrl-A и вставить их через буфер обмена. Я буду делать через Ctrl-A, Ctrl-C. То есть через буфер обмена. Первая рекламная кампания горячая. Она была маленькая. Вставляем ее из буфера обмена. Импортируем в исходную кампанию с перезаписью объявлений. В нашем случае будут перезаписаны только группы объявлений и часть удаленных фраз, которые я потом еще дополнительно нашел. Хочу сразу заметить, что у нас изменены заголовки. Да, они будут изменены. Также будут заменены группы объявлений, но при этом фразы никак не пострадают. То есть фразы останутся на своих местах. Все. Теперь мы делаем то же самое со второй рекламной кампанией. Ctrl-A, Ctrl-C. Импорт кампании из буфера обмена. Импортировать исходную кампанию с перезаписью объявлений. Все. Рекламные кампании теперь обе содержат в названиях групп объявлений ключевики. Поэтому нам необходимо просто через Shift выбрать обе рекламные кампании, вбить авто и поискать ключи с авто. Вот они все ключи с авто. Их довольно-таки много. Поэтому я сначала создаю новую рекламную кампанию. Прямо здесь. Называю ее авто. В эту рекламную кампанию нам просто необходимо вставить все ключи авто. Проверяем, чтобы это были все ключи с авто. Да. Заметьте, я вставляю именно ключи объявления посредством просто копирования, переноса групп объявлений. То есть я вставляю фильтр, нажимаю Ctrl-C, в авто граффити вставляю. Группа объявлений. Они вставляются с объявлениями и с фразами. Да, наши фразы поменяются. То есть фразы и объявления у нас будут обнулены. Это значит, что все их статистики будут скинуты. Но если вы собираетесь это делать, то есть переносить ваши ключи, у вас есть два варианта. Либо останавливать эти ключи, либо править их внутри. То есть их в принципе можно править ровно так же и здесь. То есть вы можете также в названиях оставить авто и прямо здесь их, например, выставлять им ценники. Либо как-либо редактировать. Но я это делать не буду. Поэтому я просто выделяю все ключи, нажимаю Delete из своих двух старых рекламных компаний. И все. Тем самым я удаляю все ключи, связанные с авто. Можно удалить фильтр и посмотреть, что у нас остались все остальные ключи. И в авто граффити у нас остается как черновик рекламная компания с нашими ключами авто. Ну, собственно, как и объявлениями, так и фразами. Теперь нам необходимо просто прописать параметры в этой рекламной компании. Например, вкинуть им ровно такой же набор минус-слов. Скорее всего, так и останется. Настроить наивысшую доступную позицию, полностью настроить параметры. Можно их копировать из своих двух старых рекламных компаний. На всякий случай нажать Ctrl-A, выделить все группы объявлений. И во фразах обязательно выбрать мультиредактирование. Нажать корректировку фраз. И далее скорректировать пересечения. Можно также удалить дубли, вдруг они у вас попались. Вот у меня как раз есть некоторые пересечения. Минус-слова мы нажимаем применить. И исправляем все пересечения. Все. Теперь все элементарно. Необходимо просто загрузить обе рекламные компании на сервер. Одну отправить на модерацию, так как она сейчас в состоянии черновика. Необходимо просто отправить ее на модерацию, возможно просто остановить. А потом со спокойной душой мы можем запускать, например, две рекламные компании, третью вот эту автографити, например, редактировать, выставлять ей ценники, ну и так далее, так далее, так далее. Вот и все. Тем самым мы разделили рекламную компанию на отдельную рекламную компанию с автографити. То есть, если у вас есть какая-то рекламная компания, в ней очень большое количество ключей, и вы нашли те ключи, которые теоретически работают, но вы хотите с ними поработать отдельно, то самый простой вариант это вынести их в отдельную рекламную компанию, как сделал я. Дальше ее немножко отредактировать, отредактировать старые чуть-чуть рекламные компании. И тем самым, в принципе, не потеряв никаких огромных бонусов в своих рекламных компаниях старых, вы получаете дополнительное преимущество, например, редактируя только одну рекламную компанию и играясь в ней с ценниками. Ну или, повторюсь, самый простой вариант, вы можете просто фильтром, например, авто со спокойной душой искать те фразы, в которых просто есть название в группах объявлений, есть название авто, и там выставлять ценники. Что ж, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в других видео. Пока-пока.